И снова здравствуйте, это Укрлайф Тиви, и мы рады продолжать наши эфиры. Я хочу напомнить, что вы можете поддержать наш канал на платформе Патреон, а с нами на связи Тарас Бебешко, которого мы страшно рады видеть. Тарас, здравствуйте. Добрый день. Медицинский центр «Призма» – наш друг и партнер. В сложный период карантина продолжит прием пациентов, усилив меры защиты. Поэтому, если вас беспокоит зубная боль или головная, или опорно-двигательная система нуждается в помощи доктора, ну или вдруг в какой-то момент вам понадобится дерматолог, милости просим к нашим друзьям и партнерам в медицинский центр «Призма». Тарас, ну скажите по секрету, как вы вообще справляетесь с этой чудесной изоляцией-то? Ну, основная проблема, как всегда, в головах. Поэтому, если у головы чисто, то и легче справляться. Тяжело, конечно. Давайте немножко поговорим о том, что происходит сейчас в мире в связи с этим коронавирусом. Потому что вот вы, как человек, который занимается экологией достаточно долго, который экономикой занимается, который может совместить все это вместе. Вот, знаете, я хотела попросить вас подумать немножко, какой будет ситуация после коронавируса. Потому что, по-моему, все так уже устали от того, что сейчас происходит, что уже очень хочется посмотреть на какое-то ближайшее будущее. Вот как вы для себя рисуете это ближайшее будущее? Не потом когда-нибудь, а вот, может быть, вопрос там нескольких месяцев, может быть, полгода. Ну, к сожалению, ближайшее будущее для меня видится безрадостно. Вот, и это связано не столько с вирусом. Понимаете, для того, чтобы об этом говорить, надо, во-первых, разобраться о месте вирусов в истории человека. Биология нас учит тому, что где-то 20% генотипа человека обусловлено взаимодействием человека и вирусом. Побытует даже такая теория, что, в принципе, человеком стала обезьяна, перепалившая гриппом. Вот, и мы с вирусами постоянно, ведь это не живые существа, это, скажем так, свободные радикалы, кусочки ДНК, которые путешествуют, некоторые говорят, даже в космическом пространстве. И мы с ними постоянно. Они влияют на нас, они интегрируются в человеческий генотип, создавая человека таким, как он есть. Начиная где-то, ну, наверное, с 19 века, когда человек окончательно отделил себя от природы и сказал, вот это вот я, вот все остальное это ресурс, это ненужное, враждебное, его надо покорить и так далее, и так далее. Начиная где-то с этого периода, началась изоляция человека от внешних воздействий, в том числе и от природного характера. Да, это очень много помогло человеку выжить, да, это породило культуру и цивилизацию 20-21 веков, такую прогрессивную, но мы стали все более и более беспомощны перед лицом природы. Пытаясь ее перебатить, мы, наоборот, стали беспомощны. Мы очень сильно зависимы от антибиотиков, мы очень сильно зависимы от специфических условий нашей жизни, искусственных совершенно. То есть мы вокруг себя пытаемся создать такую вот искусственную самоизоляцию. А в природе нет изолированных объектов, она этого не терпит. И природа меняется всегда, появляются новые вирусы. Вот сейчас появился, ну не сейчас появился, ее первое обнаружение там лет 30-40 назад было, типов коронавируса. Появилось вот это, появится другое. Вопрос даже не в том, есть ли вирус, нет ли вируса, вопрос в том, как мы с этим живем. А мы пошли по пути ужесточения самоизоляции от природы. Вот сейчас мы разделяем себя, то есть людей лишая друг друга коммуникации, потому что коммуникация, вот которой мы сейчас с вами пользуемся, это, скажем так, это время не суррогат, это быстренько переговорить и побежать дальше, общаться с другими людьми. А мы очень сильно лишаем друг друга возможности пообщаться с другими людьми. И как результат, почему я сказал, начал с того, что нерадостная картинка, потому что я считаю, что завтра нас ждет рабство. Почему? Ничего себе! Тарас, это какое-то такое... Причем самое натуральное, самое натуральное. Не, ну, вариант, диджитальное рабство, Люда. Вариант, там еще какой-то, ну, скорее всего, никто не будет изогляться, будет самое элементарное, рабовладельческий строй. Вот. Ну, подождите. Мы лишены очень многих свобод. Уже. Причем даже речь не идет о том, что это, скажем так, надо вот выдумывать, людям как-то втюхивать о необходимости этого рабства. Да, а рабство уже легитимизировано. Оно еще нелегально, то есть юридически не закреплено, но люди уже добровольно признали рабство легитимым. Более того, сейчас друг на друга начинают, меня это вообще поражает, когда люди начинают друг на друга кричать за нарушение карантина, который есть ограничение моей свободы. Все ученые говорят, что для того, чтобы избавиться, скажем так, быстрее и легче пережить вирус, необходимо выходить на улицу, на солнышко. Солнце вообще убивает, ультрафиолет убивает, вирусы и так далее, и так далее. Нет. Нам надо сидеть в заперти, и не дай бог выйти, и не дай бог с кем-то не пообщаться. И вот кто, не дай бог, вот эта вот знаменитая история с заплывом в гидропарке, это когда 20 человек полицейских ловили его. Вы понимаете, вот это оно и все, и очень многие поддержали этого полицейских действия, полицейских против этого человека, который даже до юра он-то особо не нарушал. Знаете, рыболовы всегда, хитрый народ, они дочитали, что в нашем законодательстве нет определения прибрежной зоны. Ну, нету. Да, прибрежная охранная зона есть, водоохранная, а вот прибрежной зоны нет. То есть, вот эта легитимация рабства, когда, помните, как у Орла свобода есть рабство, вот это вот, это добровольное принятие этого рабства. Но ведь, Тарас, тут же в чем парадокс? Если бы это только сделали мы, или, например, это только сделал Китай, условно, ну, или даже там Россия, вот государство, ну, или не совсем, не до конца развитая демократия, там, условно, да, я знаю, что вы не любите это слово, но тем не менее, да, это же какие-то устоявшиеся уже есть клише, согласно которому мы оцениваем МИД. Какие-то государства авторитарные, какие-то демократические, и получается, что очень быстро те государства, которые принято называть демократическими, которые много лет, казалось, боролись за права человека, а может, они действительно боролись и, наверное, боролись за права человека, вдруг одномоментно пошли путем вот этой изоляции, путем давления на людей, путем принятия не всегда законных решений, ну, вот как в Китае, например, да, раз там изолировали, нам казалось, что это невозможно, а оказалось возможно. Вот тут это какой-то такой аргумент, если хотите, ну, в пользу Украины, всегда власть украинская может сказать, ну, подождите, мы же как все. Ну, во-первых, когда я говорю мы, я отнюдь не имею в виду Украину, да, я говорю, мы как люди, и здесь вот эти все рассказки, то, что я примеры приводил, и наши отечественные, это другой вопрос, но все рассказки это относится ко всему миру, на самом деле в Соединенных Штатах они пережили уже этот, эту проблему после September 11, атаки на близнецов, они морально восприняли обмен свободы на безопасности, то же самое произошло во многих других странах, которые пережили терроризм, атаки террористов, да, по большому счету Украина, мы тоже приняли это с началом войны, и безопасность стала то, за что мы заплатили ценой свободы, и платим ценой свободы, а на этом фоне, конечно же, очень легко, и я считаю, что со стороны технологов это вообще гениальное изобретение, потому что если терроризм требует какого-то осязаемого носителя, то вирусная биологическая угроза, согласитесь, ни вы, ни я живьем коронавирус не видели, а мы слышим о том, что нам говорят, да, я знаю, что он есть, я знаю исследования, я знаю то самое, то, что он такой есть, но это не та вещь, которую можно пощупать руками, а следовательно на нее можно добавить, ну, и скажем так, и такая вещь, которая требует достаточно специальных и специфических знаний, которые далеко не у всех есть, вообще, что такое вирус, как он действует, как он, это самое, то есть, огромное пространство для манипуляций, что и происходит, и вот это ограничение, которое есть, сокращение свободы, закрытие границ, еще в ноябре прошлого года Мэр Линч, когда писал свои новые парадигмы 2020, он говорил, что глобализация закончилась, и начинается период локализации, инкапсуляции, локализации, и это будет основным трендом 20-х годов, 21-го века, да, и это сейчас происходит вот по сценарию, происходит закрытие стран, происходит ограничение возможности коммуникации, перемещения, и так далее, и так далее, причем, хотя на самом деле, знаете, у моего любимого Ореновски есть такое высказывание, он считал себя материалистом, но, думая так, на самом деле он был идеалистом, так вот, мы вроде бы говорим, что глобализация закончилась, но на самом деле сохраняется глобальный тренд, то есть, это та же глобализация, та же, вот та инкапсуляция, которая сейчас происходит, вот это вот то, о чем вы говорили, вот по поводу того, что Украина вроде как все развитые демократические страны, да, это вот та же самая горячее любимая нами глобализация, но приобретшая иную форму, растягивание одной идеи на всех. Тарас, вот вы сказали, что завтра нас ждет рабство, вот если мы рабы, люди, то кто тогда рабовладельцы, вот интересно. Вы знаете, я далек конспиративной теории по поводу того, что там существуют какие-то группы управляющих всем и вся, глобальное правительство и так далее, и так далее. На самом деле есть ситуативные группы людей, которые в тот или иной момент на протяжении более-менее короткого времени, но говоря о коротком времени, я могу говорить о веке от двух до 100-200 лет, получают возможность неким образом влиять на процессы, происходящие на Земле. эти группы меняются постоянно, более того, места их меняются в свое время очень активно, да и сейчас это, скажем так, менее заметно, но очень большую роль играли религиозные культы и верования. Вспомните роль Ватикана, предположим, там еще совсем недавно, в 17-м столетие, да, вау, сейчас Ватикан играет не меньшую роль, но менее видим, вот, то есть меняется и это динамический процесс, и очень интересно наблюдать, скажем так, страхи, которые возникают в этих группах, вот, кстати, вот страх это самый основной движитель на сегодняшний день, как ни странно, для человека, именно страх движет всеми процессами, и он продается хорошо, ведь все эти ограничения свобод были проданы за страх, повесена этикетка страха, и все неизвестность пугает, а и вот здесь я очень надеюсь, что рано или поздно наступит момент, вот, есть очередная надежда, что вот этот вот момент сейчас где-то близок, это когда страх перед неизвестным уступит место любопытству, уступит уступит место, знаете, открытому восприятию мира, радостному восприятию мира, а можно и по-другому, да, ведь может, знаете, этот знаменитый мем, что так можно было, и вот когда вот вместо страха придет желание по-другому, вот тогда действительно произойдет серьезный скачок в развитии человеческого общества. То есть получается нельзя мы делали столько программ, которые были связаны, что-то должно быть по-другому, тарас. Мы такой фазу готовы. Вы что-то знали, признайтесь. Да, конечно. Нет, на самом деле это очень важно и мочь быть по-другому. Выйти из то, о чем мы много пытались говорить, выйти из парадигмы там или-или, да, но это вроде бы уже сейчас формально мы гордо нам сказали и-и. А если добавить вот в это вот две точечки, добавить логический оператор. Ведь смотрите, даже компьютерная техника построена на трех операторах, да? Да, нет и если. Так вот, а если попробовать нашу жизнь построить тоже не на двух операторах, а на трех добавить логический мыслительный оператор, если, когда, поговорить про уместность того или другого, потому что для многих сейчас оно неуместно, то, что происходит, и это видно. Я вижу большие проблемы, которые нас ждут в экономике. Неуместно это сейчас для нашей страны вот так копировать непосредственно то, что делают страны, которые имеют достаточно подкожного жира. А у нас будет очень сложно. Тарас, раз вы уже заговорили об экономике, давайте все-таки поговорим, потому что это же тема такая болезненная. Вчера опрос публикует агентство рейтинг и пишет о том, что люди волнуются, депрессия, бессонница и так далее. Да это и понятно, потому что даже если поговорить с людьми, случайно где-то встречаешь в том же магазине, вот даже с костершей говоришь, то люди переживают, не знают, что будет с деньгами, что будет с работой, половина, большая часть всего закрылась, откуда брать деньги. Вот есть это чувство опасения. Что вы чувствуете? Я чувствую, что как-то вы неоптимистично говорите сейчас в экономическом будущем ближайшем. Да, к сожалению, неоптимистично. Понимаете, я далек от того, чтобы критиковать действия, например, нынешнего правительства, экономического, но это, простите меня, знаете, мы настолько привыкли копировать то, что делается в странах развитой демократии во всем, что бездумно это делаем постоянно. Причем, как всегда, копируя, делаем это очень неудачно. Мало того, что это неуместно сейчас для Украины в том экономическом положении, в котором она находится. Потому что, если Америка, вот смотрите, Америка за последние три недели запустила полтора триллиона долларов напечатанных печатным станком. Сумасшедшая цифра. Если бы, не дай бог, хотя бы приблизительно такая цифра появилась в Украине, у нас бы инфляция была тысячи процентов. Если не десятки тысячи процентов. Для Америки это ничто. Потому что она участник формирования этой экономической системы и этой монетарной системы. И она управляет этими процессами. Поэтому она может себе позволить наводнить рынок вообще пустыми бумажками и приписать им некую стоимость. Украина так не может сделать. Европа может, хотя с большим скрипом, чем Соединенные Штаты, может позволить себе заплатить всем неработающим компаниям и людям, гражданам, которые сейчас не работают в связи с карантином. Да, потому что они тоже участвуют в этом. И у них достаточно, знаете, то, что называется подкожного жира, раз, а во-вторых, тут же даже не вопрос в накоплении, а вопрос в системе управления. И поскольку Европа принимает участие в системе управления глобального экономической системы, она может себе позволить принимать такие управленческие решения, которые будут выгодны и есть, и позволят ей заплатить. Мы не принимаем эти решения. объекты, отнюдь не субъект в данной ситуации, мы объект, а следовательно объект потребитель, объект потребляемый ресурс, и в данной ситуации бездумное копирование того, что делает Европа, Соединенные Штаты Америки, Канада, Китай, ОСМЕРТИ Подобном. Мы и это, кстати, еще один из моментов, который заставляет меня говорить о том, что завтра будет РАПС, экономически мы не сдатнее вот такими методами пережить кризис, который все равно надвигается и экономически и в том числе. Хотя многие аналитики сейчас говорят, что после окончания карантина и изоляции последует бум экономический, но я не уверен, сможет ли это повториться в Украине. Скорее всего, нет. Для этого необходимы подготовительные работы, которые я вижу сейчас не ведутся. Более того, по проектам бюджета, которые не принят был, но сейчас будут опять пихать, честно говоря, меня заставило вообще за голову схватить. Почему? При сохранении финансирования аппарата управления практически полно. Вот, в частности, по моей непосредственной тематике по экологии полностью в ноль были забраны из общего бюджета расходы на охрану дурки в ноль для того, чтобы поддержать все остальное. А это классическая ситуация рубления сука, на котором сидишь. мы все уповаем на нашу землю, природу, ну, то, что закон про землю, это вообще отдельный разговор. Мы на это уповаем, что земля тасс нам и так далее, и так далее, возможность в конечном итоге на картохе прожить. но мы же ничего не делаем для нее. А это будущее. А это как раз то, что формирует наше завтра и послезавтра еще на более перспективе. Поэтому я не знаю, я жду без особых надежд на то, что ситуация то же самое, кстати, произошло и с культурой. То же самое произошло с образованием, когда затраты на аппарат, на администрирование сохраняются, а на проекты, на осуществление каких-то мероприятий обнуляются или сокращаются принципиально. То есть, ну, простите меня, необразованный бескультурный неуч посредине свалки это не тот образ украинца, которого я хотел бы видеть, я вам честно скажу. Пусть и живо, но в данной ситуации, я не знаю, является ли это жизнью вот такое вот необразованным, бескультурным, да еще сидящим посредине свалки. А может, Тарас, не будет свалки, может быть, представляете, вот мы же приняли закон о продаже земли, и в какой-то момент, вот как хлынут к нам инвестиции, прямо вот, ну, обещали же, по крайней мере, те, кто продвигали этот закон, во-первых, МВФ вам может, во-вторых, там сразу будут люди с деньгами заходить, наверное, под нашу землю, может быть, на это будем надеяться. на помощь МВФ, на инвестиции в нашу землю и так далее. Ну, да, можно, 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 можно. Знаете, как в том фильме, многие верят, многие верят. Да. Как бы там ни было, в свое время, в советские еще времена, обытовал такой мем «Американская допомога». Вот. В том смысле, что за там, за полушку из тебя еще и 7 шкур садерут. Вот. Понимаете, ну, цифры, о которых идет речь, как возможные доходы от продажи земли, цифры, о которых идет речь, заимствование сейчас от МВФ. Ну, вот, честно говоря, с позиций государственных, хотя я не являюсь сторонником такой формы организации, социальной организации, как государство, но, становясь на эти позиции, они смешные. Вот просто смешные. Это, знаете, говорить, да, для индивидуала, для какого-то, для отдельной личности, цифра, там, миллиард. Это, это сумасшедшая цифра. Миллиард. Но для государства с 40 миллионами населения, миллиард, это вообще ничто. Это то, что решается путем нескольких правильных, целенаправленных системных действий в организации исключительно организационными методами. Этот миллиард делается в Украине безвозвратно и так далее, и так далее входит в экономику. Мы, знаете, когда-то были попытки, вот говоря, потому что Украина ресурсная экономика, была попытка сказать, что Украина должна перестать быть ресурсной экономикой, а должна быть перерабатывающей экономикой. Нет, нет. Украина должна и может, имеет возможность, как хотите назовите, стать страной разумного управления активами. Активы, вот это, то, о чем я часто вспоминаю, это международное определение, которое почему-то нас не любят повторять. Актив это вместилище будущих доходов. Это не что-то, то есть, если ты занимаешься управлением активами, ты думаешь о доходах, которые будут поступать завтра. И обеспечиваешь их поступление завтра. У нас управление активами не занимается никто. У нас отношение к природным богатствам, национальному надбаню и всему остальному как к ресурсу. Простите меня, в 90-е годы был очень популярный термин купи-продайка. Все. Вот купи-продайки 90-х годов, к сожалению, мы до сих пор не вышли. Поэтому экономические перспективы тоже безрадостные. Я не слышу даже поползновений. Некоторые экономисты говорят, Сухлова, Хримка, говорят, что давайте, ребята, ну ржу, ну давайте. Это сильно сложно. Знаете, я помню, у меня когда-то был разговор по одному концептуарному проекту давно уже очень он с одним очень высокопоставленным, ну, вице-премьером, будем говорить откровенно. Я предложил эту концепцию, она говорит, да, ты понимаешь, но сейчас такое сложное положение, и в этом сложном положении никто не будет ничего делать такому. Это хорошо. я говорю, да, я понимаю, что сейчас сложное положение, но вы, а теперь нарисуйте ситуацию, когда сложное положение закончилось, и все хорошо. Кто-то будет делать, когда все хорошо? Он так подумал, не, не будет. Я говорю, ну, понятно, значит, этому концепту никогда не быть. Легче, проще, понятнее сыграть на быстрых победах, на электоральных циклах, на том, что вот там вот сейчас вот чего-нибудь там бросим косточку. Знаете, потому что вот с карантином это же сейчас воспринимается как старый анекдот по поводу возьми козу, заведи козу. А теперь ночь в том, что нас будет не всех выгнать, да, не все полностью снять, а будут постепенно и каждое такое постепенное сокращение вот этих вот драконовских методов будет восприниматься как большое благо со стороны правительства и государства. И все будут так благодарны. Вот, и все будет, и электоральная поддержка повысится, да, дай бог, опять до 73% допрям. Да, то есть это знаете, мы с вами говорим это смешно, но на самом-то деле это происходит. Тарас, вот вы сказали, что страны от какой-то такой глобализации в привычном нам понимании движутся или будут двигаться к локализации, закрытия в каких-то своих границах. И в этом смысле это же для Украины совершенно другая реальность, потому что если мы привыкли, что мы находимся в зоне чистых интересов, геополитических, экономических, каких угодно, то если страны локализируются, если они замыкаются в своих границах, то уже, наверное, и эти интересы будут другими. Вот насколько в этом плане Украина должна теперь по-другому посмотреть на свои собственные интересы. Вот мы-то очень долго были в сфере чьих-либо интересов. Но я не знаю, насколько мы сейчас готовы сами определить свои интересы, насколько мы готовы действовать в контексте наших интересов. А если у нас нет своих интересов, и мы по-прежнему будем ждать, что кто-то за нас определит, как нам действовать, то что тогда будет с Украиной? Ну вот все эти размышления, аналогичные размышления, еще раз подтверждали мой тезис по поводу завтра, что будет завтра. Я не вижу ни одной. Было несколько попыток и буду заниматься политическим пиаром, но вы хорошо знаете, попытки создания, формирования нового видения и нового видения будущего в Украине. Удачные и неудачные, важно то, что они были. сейчас этого нету. А вообще видение Украины как целостности, причем целостности связанной внутри, где не только, скажем так, понимаете, всякая успешная страна никогда не основывается на чем-то одном, она не основывается на силе, она не основывается на экологии, она не основывается на экономике, она не основывается на культуре, она всякая успешная страна это связанность всех этих компонентов вместе в той или иной пропорции, в тех или иных соотношениях, тех или иных уместных условий. Такого в Украине существует попытка скомпилировать из отраслевых или с каких-то местечковых видений целостное видение. Это не работает. Мой любимый пример по поводу в одной из перспективных так, скажем так, разработках в кавычках, было сказано, что мы должны увеличивать миллиарации пассивные поливные площади, но при этом ни слова не сказано было о том, что в Украине есть большая проблема с пресной водой. И то, что, кстати, вот, когда принимался этот закон про землю, никто не говорил о том, что Украина находится в зоне риска в смысле food security. Вообще это, конечно, ни на что не налазит. Украина, которая была жительницей и так далее, и так далее, в зоне риска по food security. То есть по продуктовой безопасности, перевожу нашим зрителям. По продуктовой безопасности. Ну, на уровне, скажем так, стран Центральной Африки, предположим. Серьезно? Мы уже туда докатились? По food security, да. Когда вы успели, Тарас? Как-то мы умеем, если хотим, черт возьми. боже, можно, есть предел усовершенства. Докатились. И это экономист делал эти исследования. И причины, которые, о которых, которые повлияли на такое. Номер один, это коррупция. Дальше отсутствие регулирования в системе сельского хозяйства. Отсутствие нормативов по современных нормативов по качеству пищи. Ну, и так далее, и так далее. и экологические в том числе. Среди экологических, кстати, было названо в первую очередь, ой, как это по-русски, вразливесть. Уязвимость. Уязвимость водной системы в Украине. Большая уязвимость водной системы в Украине. Поэтому, то есть, вот смотрите, решить эту проблему, например, с футсекюрити, можно путем нескольких исключительно организационных административных действий. Можно. Можно решить с коррупцией административной? Можно. А он только так и решает. Можно решить вопрос с нормативами на пищу? Можно. И использование тех же удобрений? Можно. следить за этим. Но у нас принимается никто ничего не следит. За карантином следят. А за вот такими вещами никто ничего не следит. То есть, все это можно было бы порешать очень быстро и очень хорошо. Но об этом в целостности никто не думает. а вот то, что надо картинку сейчас, как мы вот сама. То же самое, когда принимался закон о той же земле. Ведь самым одним из, что называется, убийственных таких козырей было то, что мы в одном пуле со странами типа Северной Кореи, и мы вышли оттуда, и теперь мы вот такие вот это самое прощай коммунистическое прошлое. Неправда. Неправда. Не только Северная Корея запрещает торговлю землей как товара. В большинстве стран нету торговли землей как товара. Есть торговля правами на эксплуатацию сервитутами и так далее. Той же самой Германии в основном основная масса, основной объем операций по земле происходит в обороте сервитут. И во Франции передача земли не через сервитуты, а через собственность ограничена такими требованиями, что там, например, быть фермером в десятом поколении, например. Ну, я шучу. Нет, там не так, но ты должен иметь образование, ты должен иметь соответствующую квалификацию, ты должен иметь подтвержденный опыт работы на земле и так далее, и так далее. А так, будьте любезны, только сервитут. Вот. Поэтому с экономикой можно. Я все-таки учитываю устойчивость. Вот это вот безусловная вещь, которая, знаете, в исследовательном будущем принесет несколько там докторских диссертаций, несколько десятков, если не сотен, по поводу устойчивости такого образования, как Украина. Удивительно устойчивое образование. Несмотря на то, что вот сейчас там от нас пытаются и подгрызали куски, тем не менее мы есть. И мы до сих пор есть, как более-менее целостное образование, хотя, конечно, сейчас быстренько через феодальную раздробленность мы бежим к рабству. Вот. Но мы есть. И это очень важно. И это вызывает удивление и восхищение этой землей, которая может нас разных здесь удерживать и кормить, поить. Тарас, ну, позвольте еще один вопрос в конце интервью, уже касающийся немножко экологических вопросов. Вот вы сказали, что мы там обнулили практически финансирование. Вот эта ситуация с пожарами, которая просто, ну, она из года в год, конечно, появлялась, да, но совершенно такое чувство, что загорелась вся страна, так или иначе. И вот когда из разных областей сообщают, что повсюду пожарщивы, это связываете, насколько это опасно, безопасно, честно говоря, это даже в некоторых случаях вызывает какое-то такое чувство, ну, какое-то тоже недоверие и даже дополнительной паники к этому коронавирусу в связи с вот этими бесконечными задымливаниями, тем, что нечем дышать, чернобыльские леса горят. Вот как вы, как человек, который близок к экологии, который занимается этим, какой-то... Это, Люд, это опять вопрос не столько экологии. Вы знаете, традиционно стерню в Украине полили. Ну, конечно, из года, из года. и это продолжалось там не год, не два, это продолжалось столетиями. Была ответственность, да, и следили, и просто... Потом у нас на законодательном уровне под влиянием там откровенно лоббистских сил был принят закон, запрещающий жизнь. Это стало запретным. Никогда запретные нормы, кроме запретных норм базового порядка, знаете, как в Библии не убить, запретные нормы не приносили позитивного результата. Кто сомневается, пусть обратится к опыту Соединенных Штатов закон о запрещении алкоголя. Вот. Никогда запретная норма не решала вопрос. Это стало... То есть, если раньше селяны, когда полили стерню, они шли по полю и следили с лопатой, чтобы оно там не вышло, чтобы оно не это самое, то сейчас это же нельзя, а стерню спалить все равно нужно. и подпалил и убежал. А чаще сейчас уже вообще об этом не думают. Бросил-ка и убежал. Если это запретно, это будут делать. Если это очень запретно, это будут делать много. Штрафами, наказанием это вопрос не решить. Это вопрос образования. Потому что если действительно раньше в селе следили за этим, как идет огонь, куда идет, вот он дошел до мест, были полосы, были канавы окружающие, это самое, сейчас же все этого нет. То это было усы и ничего плохого не было. Потому что в том числе сгоняли и дикую живность, и птиц, полей, пахотных полей. На пахотном поле живность не живет. Она живет в степи, на диких полях, на парах, но не на пахотном поле. потом приходят туда, когда там сходят что-то. То есть вопрос вообразования, то, что происходит в чернобыльской зоне, это вопрос опять же таки разгильдяйства и нехватки понимания о последствиях. Последствия не обязательно должны быть, вы понимаете, мы пытаемся задумать ответственность и нести как наказательный элемент. То есть ответственность это наказать, понести наказание. Нет. Ответственность это понимать всю полноту последствий. А этого никто не последствия, причем разные, не то, что тебе штраф дадут, что тебя накажут. Нет. А что, почему? То есть запрет должен быть обусловлен и понятный почему. И тогда есть надежда, то есть мы вошли в период, когда быстрых решений уже не будет. Может быть быстрое медиа событие, да, но это, простите меня, будет пшик. Сейчас необходимы длинные решения, которые будут давать плоды через годы. И нам нужно терпение, а не медийная картинка, которая нас приучили, на которую нас подсадили как на иголку. К вам это не относится. Спасибо, спасибо, Тарас. Тарас, я признаюсь честно, что мы всем нашим коллективом очень скучаем по нашим и новостям, и другим программам, поэтому я надеюсь, что скоро мы вернемся, и потом у нас же еще осталась одна подбивающая итоги программа ответа на вопросы. По крайней мере. Да, обязательно, по крайней мере, а затем следующий цикл, мы надеемся на это. Тарас, спасибо вам огромное, мы были очень рады вас видеть снова, спасибо большое. Спасибо вам. Я хочу напомнить, что Тарас Бешко был с нами на связи, за что мы ему страшно благодарны, вы, конечно, оставайтесь с нами, наш друг и партнер медицинский центр призма, и мы благодарны нашим спонсорам на платформе патреон, и еще раз благодарны Тарасу Бешко. Спасибо. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok